Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Железная дорога – зона повышенной опасности. О том, что здесь нужно вести себя максимально осторожно, предупреждают различные средства наглядной информации. Но опасность угрозы жизни людей возрастает в густонаселенных пунктах и пригородных зонах. А детский травматизм, его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, которое они нередко проводят в местах повышенной опасности, в том числе и вблизи железнодорожного полотна. Можно ли бороться с подростковым травматизмом на железной дороге? Обсудим сегодня в студии программы Город С. И какие последствия это может с собой привлечь, я узнаю у моих гостей в студии. Алла Нечисова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневоложского линейного управления ВД России на транспорте. И Анна Александровна Краснова, руководитель Центра профилактической работы Центра социализации молодежи. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ну что же, я не устану, в свою очередь, повторяю, что мы традиционно встречаемся и в преддверии летних, весенних, зимних каникул. И каждый раз мы говорим на достаточно серьезные темы. И вы приводите, ну, порой даже очень жесткие примеры, которые происходят в жизни. Но, тем не менее, Алла Альбертовна, почему же подростки проникают все-таки на объекты железной дороги? Почему проникают? А потому что им все интересно. Им хочется как где-то проявить себя, где-то удовлетворить свой интерес. И вообще масса свободного времени, и порой оно ничем не занято. А, как правило, незанятый ребенок – это, ну, бомба замедленного действия. Потому что всегда какой-то шустрый в компании окажется, который позовет, и все пойдут. Почему? Потому что стадные чувства. Все пошли, и я пошел. Хотя дома мама сто раз сказали с папой, что ходить туда нельзя. И ребенок кивал, и говорил, не-не-не, я не пойду. Вот все пошли, а я подумал, но пошел. И железная дорога, вы правильно сказали, зона повышенной опасности. У нас так исторически сложилось, что железная дорога проходит через весь город. От одного конца и до другого конца города. И вокруг железной дороги и новые микрорайоны, и учебные заведения, и средние, и школы. Поэтому надо очень внимательно быть. Вот сейчас начинается лето, мы в этом году решили особое внимание уделить школьным лагерям, пришкольным лагерям. Потому что основная масса детей будет отдыхать там, июнь-июль месяц. Так они-то будут заняты как раз, Алла Альбертовна? А вот посмотрите, они же туда пойдут, в эти школы. И не каждый ребенок пойдет в свою школу, потому что до ремонта закрываются многие. Пойдут в соседние школы. Потому что родители молодцы, они стараются занять досуг своих детей. И вот дети пошли. И поэтому надо очень хорошо детям объяснить, как надо идти вдоль железной дороги, как надо ее переходить, какие у нас есть возможности перехода через железную дорогу. И вот, озаботившись этой темой, мы с ребятами из 134-й школы. Это железнодорожный район. Кстати, у них заложа по выступательной работе такая замечательная. Ну, просто Раиса Чулпановна молодец. Она сказала, хорошо, давайте мы вместе все снимем ролик о том, как надо идти в школьный лагерь, и что при этом надо делать, на что обратить внимание. Вы знаете, мы сняли этот ролик. Там дети 1-й, 2-й класс. Не судите строго, но они играют, как настоящие профессиональные артисты. Да, как надо перейти через железную дорогу. И подземный, и надземный переход, и по мосту, как надо. Все они детям рассказали. То есть была акция «Дети детям». И знаете, когда дети для детей рассказывают, мы заметили, лучше доходят и внимательнее слушают. И знаете, как придирчиво слушают. А я бы вот так сделал. А уж когда конкурс рисунков в школе, и мы приходим уже с готовыми рисунками, ну, как с картинной галереей. Боже мой, какие идут обсуждения, какие идут старания, как надо нарисовать и что надо именно нарисовать. И вот у нас в этом году книжки, раскраски для детей. Там стихи. Стихи именно для тех детей, кто в школьных лагерях. Ну, что греха это, и там в основном с 1-й по 4-й класс, редко когда 5-й. То есть дети маленькие, возраст такой шебутной, когда вот действительно хочется поиграть и забудут обо всем. Железнодорожники сделали книжку. Одна страница осталась свободной. То есть прямо в этой книжке мы будем рисовать с ними иллюстрацию. Сколько бы детей ни было, 30, 40, 50 человек в лагере, они же не очень большие, но дети должны проявить себя. Они очень любят. Вот честно, они так к этому относятся внимательно, вот такой работе. И родители, что, как вам сказать, вот научи своего соседа, научи своего друга, как надо себя вести. А уж если есть в доме маленькие дети, они эту книжку до дыр зачитают, и все вместе с мамой и с папой будут иллюстрации рисовать, вклеивать. Мы видели такие работы. Ну, и еще что мы сделали в этом году? Возобновил работу наш кукольный театр «Маскарад». Два года мы молчали из-за пандемии. Вы знаете, хороший интерактивный спектакль. Он вообще не только о железной дороге, там часть, половина его. А половина идет вообще о детской безопасности. Это и правила трех нет. Не открывай дверь незнакомцу, не садись в чужую машину, не разговаривай с чужим человеком. Как себя надо вести, куда бежать, к кому обратиться, как надо перейти дорогу. И там, в конце концов, бабушка с тремя поросятами едут к Умке на день рождения, к медвежонку Умке, на поезде. И вот тут уже идет, как на вокзал пришли, что надо делать, как сели. То есть, действительно, детям интересно. И там, понимаете, как дети сами включаются в игру этого спектакля. Они начинают подсказывать, они кричат, нет, не надо. И, знаете, искренне так они. Потому что они маленькие, они в это верят во все. Идет это действие, и они верят, свято верят, что вот сейчас вот именно так надо поступить и помочь этим поросятам. А уж сколько там героев. Там и весь Мадагаскар присутствует, и жираф, и конь. И кого там только не. Даже Печталин Печкин. Ну, конечно, интересно очень. Вы рассказываете именно о профилактической работе, которую вы проводите с детьми. Анна Александровна, ну, а расскажите, какую работу проводите вы на понижение, в том числе, конечно, травматизм на железной дороге. И какая вот у вас связь, казалось бы, да, двух таких разных организаций, линейного управления и Центра социализации молодежи? Ну, совсем недавно мы провели большую совместную работу. Это был областной конкурс на лучший наглядный материал по профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах железной дороги. Цель этого конкурса, он называется, «Безопасность на железной дороге глазами детей». Цель этого конкурса – привлечение внимания к проблеме подросткового травматизма и формирование модели правильного поведения на объектах железной дороги. Так вот, в этом конкурсе поучаствовали у нас дети со всей Самарской области в четырех возрастных категориях. Это дошкольники, обучающиеся начальной школы, основной школы, а также старшеклассники и студенты средних профессиональных образовательных организаций. Всего было 222 работы. Победители уже определены. И что хотелось бы отметить, что при проведении таких конкурсов, помимо того, что дети усваивают какой-то полезный материал, как себя правильно вести на объектах железной дороги, еще очень хорошо и широко раскрывается их творческий потенциал. Поэтому в самое ближайшее время, то есть в июне, как раз в период работы пришкольных дневных лагерей, мы проведем еще один конкурс, конкурс рисунков, безопасное лето на железной дороге. И там будут две возрастные категории, у нас дошкольники и обучающиеся начальные классы. Спасибо. Алла Альбертовна, ну вот проводите вы профилактическую работу, а скажите, пожалуйста, результаты ведь должны быть видны в действии, в статистике в том числе. Приведите, пожалуйста, цифры за последнее время, рост или уменьшение статистики. Знаете, я человек суеверный, наверное, как все люди, которые работают с детьми, когда что-то сопряжено с опасностью, я постучу по деревне, скажу, у нас не было несчастных случаев в этом году. И в том году был один. Мы стараемся. Для нас это самое главное. Вот, вы знаете, мне нравится отношение нашего руководства к этому, как сказал наш начальник, чтобы я не слышал, а, какие-то дети едут, красной строкой. Едут дети, и это самое главное. Это на самом деле так. Едут дети, и все должно пройти на высшем уровне, чтобы вот мероприятия, которые проводятся для детей, поездка ли куда-то, конкурс ли какой-то, выезд ли куда-то, у детей праздник, у детей каникулы. Это дети не обязательно отличники ведь. Это могут быть дети из малообеспеченных семей. Это даже дети-сироты могут быть. И может быть этот вот праздник, куда-то выезд, это может самое главное мероприятие их детства будет. И оно не должно ничем быть омрачено. Все должно быть красиво, весело, интересно и безопасно. И они должны чувствовать нашу заботу. Чувствовать вашу заботу однозначно. Ну и, конечно, внимание взрослых. Если взрослые видят, что вот сейчас, буквально через минуту, может произойти трагедия, и обязательно ее предотвратить, мне кажется, вот это вот самое главное, не быть равнодушным и не пройти мимо, пускай это не твой ребенок, но все-таки помочь, справиться, да в конце концов объяснить. Вы согласны со мной? Конечно. Можно я пример приведу? Да, конечно. Вот за прошлом году, еще когда такого всплеска пандемии не было, мы с детьми из 84-й школы, ну мы урисовали все трафаретами, что сними наушники, возьми ребенка за руку, все мосты, вот все, что можно, все подходы. А потом к нам на следующий день приходит парень молодой, ну даже 30 лет, по-моему, нет, и говорит, а можно мы тоже нарисуем? Вот у меня у соседа девочка под поезд попала, такая трагедия. Вот у нас несколько человек, дайте нам свои трафареты. Они урисовали все, все переходы, все. Вот что значит сердце такого человека, вот такое несчастье у соседей, и он решил хоть чем-то помочь. Вот это я считаю, что это тихий, геройский поступок. Он не требовал какой-то рекламы, он пошел и сделал. Как вы работаете над разработкой своих мероприятий, и как вы думаете, что в первую очередь вот на сегодня актуально? Ну, сегодня, конечно, я просто еще хотела отметить одно мероприятие, когда вот сейчас просто говорили о неравнодушии взрослых к этой проблеме. И я хотела отметить, что вот нашим центром профилактической работы организована онлайн-школа территории профилактики. И в течение учебного года ежемесячно у нас там проходят онлайн-занятия. Если раньше у нас участниками этой онлайн-школы были только дети, то с этого года мы также привлекаем к занятиям в нашей школе педагогов и родителей. И, кстати, вот под занавес уходящего учебного года последнее занятие в нашей онлайн-школе территория профилактика состоится 30 мая в 14.00. И главным экспертом, спикером на этом уроке выступит у нас Алла Альбертовна. А тема урока в школе последнего занятия в этом учебном году – лето – инструкция по безопасности. То есть мы не только детей чему-то там учим, но также пытаемся нести и привлекать к профилактике травматизма и родителей, и педагогов. Спасибо большое. Ну а я сейчас хочу вернуться к вашей видеопрезентации, видеоролику, о котором вы говорили, направленный на профилактику детям глазами детей. Верно, Алла Альбертовна, вы о нем кратко рассказали, ну а теперь, мне кажется, пришло время. Алла Альбертовна Товарищи, мир, труд, май! Заблюдение правил дорожной безопасности на железной дороге архи нужно и архи важная задача на сегодняшний момент. АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, что главный враг на сегодняшний день – это наушники, которые вы забываете снимать во время перехода через железнодорожные пути. Обязательно нужно снимать капюшоны, обязательно нужно смотреть по сторонам, нет ли где-то приближающегося поезда. Помните, жизнь ваша напрямую зависит от вашей внимательности. Запомните, товарищи, переходить железнодорожные пути нужно в отведенных положенных местах. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ты, товарищ, поняла? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите на вокзал. Здесь большой, красивый зал. Здесь часы висят у входа. И полным-полно народу. Все торопятся, бегут, вещи разные несут. И садятся в поезда, чтобы уехать кто куда. Итак, чтобы вы не потерялись, без присмотра не остались, взрослых за руку держите. И от них не отходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот ступенька выше, выше, вот видны вагоны крыши. Перейдем легко и просто через пешеходный мостик. Перейдем легко и просто через пешеходный мост. Перейдем пешеходный переход, ну поэтому народ здесь уверенно идет. Алла Альбертовна, скажите, пожалуйста, а вот на встрече, которую вы проводите с детьми, какие в основном вам задают вопросы? Понятно, что вы рассказываете о профилактике. Все-таки основные причины травматизма вы им называете? Да, мы им называем. Мы рассказываем. Я хочу сказать, как происходит этот травматизм. Вот вы правильно сказали, основные вопросы. Вот вы знаете, обязательно найдется в аудитории ребенок, мальчик или девочка, который скажет, а у меня мой папка всегда так ходит, папа же авторитет. Он всегда так делает, мы успеем убежать. Просто мне всегда вспоминается, как папа с двумя детьми под мышками лезет под поездом. И понимаете, они же как губка все впитывают и так же начинают себя вести. Или когда дедушка едет на велосипеде по рельсам, буквально по рельсам, она в багажнике у него трясется ребенок. То есть, уважаемые родители, я хочу сказать, вы для них больший авторитет. Мы, что бы мы ни сказали, мы чужие люди, хоть и в погонах, а вот папа с мамой, какие бы они ни были, они авторитет. Поэтому все зависит от вас, от родителей. Как до детей это дойдет все. И поэтому, вот правильно сказал коллега, что мы приходим, особенно на родительские собрания, некоторые родители, ой, пришли, сейчас будут что-то говорить, а потом-то начинают слушать, а потом-то начинают ужасаться. А потом, когда показываем ролики, они чешут затылок и говорят, слушайте, действительно ведь так. То есть, ну, надо как-то вот, ну, призвать их к ответственности, даже не к ответственности, а к активности, к активности, чтобы они прониклись этой проблемой. Что ребенок-то у них один, и не такой уж он герой, чтобы убежать от поезда или что-то там такое героическое совершить. Папа с мамой – это первые люди, это их ребенок. Я вот всегда это говорю, что забота о детях – это и есть любовь к ним. Алла Альбертовна, а вот действительно ли, когда приближается поезд, и мы видим его приближение, нельзя не спрогнозировать его скорость и куда он по какой ветке повернет? Нельзя, в никакой случае нельзя. Я это знаю, я очень опасаюсь вот таких ситуаций. Вот представьте, свободное пространство, рельсы, шпалы, рельсы, уходящие вдаль к горизонту, и идет поезд, и вы не поймете, по какому пути, как он идет. Они же, как в песне, у горизонта сходятся эти рельсы. То есть туда-сюда, и вы не спрогнозируете. А еще я хочу сказать, вот когда поезд идет, у человека как ступор какой-то, испуг. И вот не сразу, не в эту же секунду он отпрыгнет. Он испугается, а тут каждая секунда дорога. Тормозной путь, знаете, какой большой у поезда, и скорость какая большая. Раз, два, три, и поезд уже проехал. Поэтому, ну нельзя на себя надеяться. Железная дорога, еще раз повторяю, зона повышенной опасности. И никогда нельзя спрогнозировать, как там пойдет поезд. Да и не услышите вы его, если спиной идете. Звуковая волна прилетает позже. Я сама это сто раз видела и слышала. Когда вот идешь вдоль полотна, что-то мы там смотрим, что-то мы там разыскиваем. И вдруг раз, и поезд из-за спины, знаете, как это страшно. Ну что же, давайте еще, Анна Александровна, поговорим о мероприятиях, которые вы проводите. Совместно, конечно, может быть, есть какие-то ближайшие планы, что стоят у вас в графике. И вот над чем буквально будете в ближайшее время трудиться? Ну, в самое ближайшее время нас лето, летние канюклы. И, соответственно, вот наш центр профилактической работы организует и проводит профильную смену для несовершеннолетних обучающихся, для волонтеров в области профилактики. У нас еще такое есть направление, где мы обучаем волонтеров, то есть детей, дети, дети. Да, мы об этом сейчас говорим, которые вот так же транслируют свой опыт на территории своих образовательных организаций. Эта смена у нас пройдет в июле в детском оздоровительно-образовательном центре «Жигули». И мы с удовольствием ждем наших ребят. Ну, это, конечно же, будут обучающиеся, это будут школьники. И там мы с удовольствием и с большим интересом проведем множество мероприятий, направленных не только на профилактику травматизма, ну, и также мы большое внимание уделяем профилактике наркомании, подросткового алкоголизма, правонарушений и так далее. Ну, Алла Альбертовна, я хотела бы вернуться вот еще немного к родителям. Вы совершенно верно сказали, что родители – это в первую очередь пример для подражания и поведения не только на железной дороге, а также на водных объектах, на автомобильных дорогах. Сейчас приближается лето, это самокаты, это велосипеды, это посещение водоемов. Вот скажите, комплексная работа, когда проводится и направленная на профилактику детского травматизма в общем, это же ведь, наверное, наверняка еще сильнее и эффективнее воздействует на ребенка. Конечно, конечно. Нельзя говорить вот в отрыве от всего железной дороги или в отрыве от всего правил поведения на воде. Надо говорить о безопасности детской, а потом эта безопасность строится из нескольких вот комплексов. То есть это и мы идем куда-то, ребенка держим за руку, мы подходим к проезжей части и ребенку говорим, что мы сейчас пойдем с тобой на зеленый свет, мы не пойдем на красный. Знаешь, почему? Почему? Рассуждают. И всегда, чтобы ребенок не стеснялся сказать своим товарищам, «Ребята, давайте мы не пойдем, не побежим на красный, давайте пойдем на зеленый». Или они вот пришли на Волгу, ну, купаться. Дети забывают обо всем. Ну, представьте, все на воде, так классно, так хорошо. А бывают такие случаи, когда мамы с папами или знают, где их ребенок, или знают, что он пошел на Волгу. Ну и что он пошел на Волгу? Ребенок там должен быть под присмотром. Небольшой толпой, в 20 человек они пришли, а под присмотром. В том году у нас же утонула девочка, ладно, ее откачали, которая все лето ходила на Волгу со старшей подругой, как считала ее мама. Девочке 13, а подруге 10 лет. Вот вам результат. То есть не должен ребенок в опасных местах быть один, без присмотра. Обязательно тот и должен там быть с детьми. Пусть там что-то дома не сделано, пусть там где-то на дачу не поехали. Ну, хотите быть ближе к своему ребенку, жить его интересами, то соберите вы эту ватагу и сами сходите с ним. И вы уже будете знать, кто чем дышит из этих детей, из этой компании. Может быть, какие-то приведете еще последние примеры травматизма на железной дороге? Ну, травматизм, он, знаете, в основном, это наушники, я хочу сказать. Это главная вот причина. Это вот 99% из 100 это наушники. И, скажем так, несоблюдение элементарных правил перехода или прохода через железную дорогу. А бывает как? Идет в наушниках ребенок, идет в шапке, зима, ветер, он еще и в капюшоне. Идет и его сшибает пояс. Вот так у нас произошло в одной из школ, которая рядом с железной дорогой находится. В прошлом году, в этом году не было. Хороший мальчик, хорошая семья. Представьте, какое несчастье. Семья осиротела. Поэтому, ну, все зависит и от самого ребенка, но и от того, что мы в него вложили. И родители, в первую очередь, и мы, и педагоги. То есть, родин в поле не воин. Тут все должны по безопасности с ребенком работать не только на железной дороге, а вообще о детской безопасности. Спасибо. Наше время подходит к концу. Хотелось бы предоставить вам заключительное слово. Вот насколько важна та профилактическая работа, которую вы проводите с детьми и с родителями? И все-таки на что нужно обратить внимание, когда готовятся мероприятия, когда проводятся? И вот все-таки вы учите детей, а дети вас чему-то учат? Конечно. Вы знаете, при организации нашей работы, в первую очередь, важно учитывать, наверное, выявление. То есть, нужно работать с детьми глазами и сердцем. То есть, нужно смотреть, кто больше склонен к какому-то поведению. Вот там характер у него, как говорит Алла Альберта нашу бутной. Или, может быть, у него семья не совсем благополучная, где не уделяют должного внимания ребенку и не знают, где может находиться в течение дня ребенок. Поэтому очень большая работа здесь на педагогах. Выявить, пронаблюдать и организовать занятости именно таких детей. Ну, а дети нас учат вот как раз вот в процессе участия в мероприятиях, в процессе изготовления своих каких-то, может быть, там, рисунков, видеороликов. Мы понимаем, насколько у нас интересная подрастающая молодежь, какие у них интересные взгляды на жизнь, как они видят эту проблему. И это тоже нам, ну, открывает какие-то новые горизонты в организации нашей работы. Спасибо большое, Алла Альбертовна. Ну и что бы хотели пожелать детям, родителям в преддверии летних каникулах? О чем помнить нужно всегда, особенно на железной дороге? Я желаю вам ярких впечатлений. Я желаю замечательного лета. Я желаю замечательных путешествий по железной дороге и на личных трамвайчиках и корабликах. Но помните о своей безопасности. Безопасность дети и родители в ваших руках. Родители, будьте бдительны и внимательны. Дети, будьте послушны. Да, и опять же, вот вы совершенно верно отметили, что скоро начнутся выпускные. Здесь особое внимание. И вы, кстати, по-моему, присутствуете, да? Конечно. На прогулочных корабликах. Завтра праздник по всей губернии, последний звонок. Естественно, будем зримо и незримо присутствовать на всех плавсредствах. Сейчас у нас бурная подготовка к этому идет. Вот прямо сейчас, в данный момент. То есть мы смотрим и лицензии на перевозку пассажиров. Мы смотрим и наличие спасательных средств, и беседуем с капитанами, которые, в свою очередь, должны показать все детям и рассказать, где находятся спасательные жилеты, как ими пользоваться. Ну и хочу напомнить традиционно взрослым, не только родителям и педагогам, всем. Это детский праздник. Детский. И там не должно литься рекой спиртное. А я с вами полностью соглашусь. Спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну и, конечно же, помните, что железная дорога – это не место для игр, а зона повышенной опасности, где цена невнимательности в вашей жизни и здоровье. Всего хорошего. До свидания. Детям о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Расскажу вам про вокзал. Там большой красивый зал. Там часы висят у входа. И полным-полно народу. Все торопятся, бегут. Вечи разные несут. И садятся в поезда, Чтоб уехать кто куда. На перроне оживления собирается народ. Суета и нетерпенье. Скоро поезд подойдет. Всем нужно запомнить и правила знать. У края платформы опасно стоять. Слева и справа идут поезда. Прыгать с платформы нельзя никогда. Электричкой быстро мчится. Трудно ей остановиться. От нее ужасный ветер. Близко к ней не стойте, дети. Вот она остановилась. Дверь железная открылась. Не толкайтесь осторожно. Оступиться тут не сложно. Если хочется немножко прокатиться на подножке, Даже просто постоять и считалки посчитать, Скажем прямо вам, друзья, Находиться здесь нельзя. Что случилось вдруг с руками? Кто-то бросил в поезд камень. Стыдно нам за них, друзья. Делать этого нельзя. Перед поездом идущим не спеши перебегать. Мяч на рельсы укатился. И теперь раздавлен он. Чтоб плохого не случилось, Не подлазьте под вагон. На рельсы положен какой-то предмет. Опасная штука. Наделает бед. Подведем итоги. Убедимся лишний раз. Безопасность на дороге – Это главное для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова